Всего 5 пунктов, соблюдая которые, ты станешь топ-лидером в своей компании. Замечательно, поразительно, гениально. И досмотри до конца, потому что я тебе скажу там очень важную вещь, без которой просто невозможно сделать результат в сетевом. Уж поверь моему опыту. Привет-привет, меня зовут Елена Коваленко, и в моей жизни сетевой занял важную роль. В него я пришла не от хорошей жизни, как следует по статистике опрошенных лидеров в сетевой индустрии. Я в этом бизнесе уже почти 10 лет. Мой путь от новичка до топ-лидера занял 4 года. Были и взлеты, и падения, было такое, что хотелось все бросить. Но именно этот опыт дал мне глубокое понимание 5 базовых моментов для успеха. И я решила поделиться с тобой, так как вижу много грустных историй, кто шел против этих правил. Поэтому смотри и не переключайся, ты получишь реально работающие рекомендации для своего роста. Итак, первое. Займи твердую позицию в этой нише. Рассказываю, как это было у меня. Вначале я была не до конца уверена в том, нужен ли мне вообще этот бизнес, и сработает ли он для меня. Я видела много провалившихся в этом бизнесе людей. Мне даже иногда казалось, что у меня в итоге ничего не получится. Что я потрачу время, ну и провалюсь, как и многие. Но так думать легче всего. А потом я подумала, а не посмотреть ли мне именно на успешных людей из этого бизнеса. Ведь их тоже очень много. Да-да. Я стала общаться с этими людьми, и у меня произошло озарение. Оказывается, каждый из них четко поставил у себя в голове цель достигнуть самых высоких вершин. Он принял для себя решение. Причем не кем-то навязанное, а именно свое решение. Например, когда ты выходишь замуж и постоянно сомневаешься, а тому ли я дала, то в итоге ты, скорее всего, что разведешься. Так как червячок сомнений сделает свое дело. И ты будешь принимать решение, исходя уже из чего? Из этого сомнения. Как только я для себя приняла твердое решение, что я хочу быть именно топовым лидером компании, то я пошла уверенно именно к этой цели. И вселенная как будто подкидывала мне ситуации, благодаря которым я и вышла в топ-1 компании. Я просто знала, что так будет для самой себя. И другого варианта у меня в голове просто не было. Я его не допускала. Лидер вообще это тот человек, который берет на себя ответственность. На лидерах кончаются проблемы и начинаются возможности. Очень мне нравится эта фраза. Я мистер Вольф. Решаю проблемы. Этот человек может объединить одной миссией людей и вести за собой. То есть тебе просто нужно взять ответственность за свой успех в свои руки. Самому планировать день, встречи, рекрутинг, создавать школы. В сложной ситуации задай вопрос себе. А какое бы решение приняла та Лена или та Марина, Владимир, если бы он уже был в топе? Что бы он сделал или сделала? Ведь часто принимаются решения с позиции «я в топе, у меня все плохо» и руководствуются чем страхом. А ты так не делай. Второе. Задай вопрос себе. Зачем мне это надо? Многие приходят в бизнес, но на самом деле вообще не знают, для чего реально им это надо. У них нет истинной мотивации, для чего делать, для чего преодолевать эти все трудности. Потому что бизнес – это не всегда только тачки, круизы, путешествия. И не всегда все так радужно, как показывается в интернете. В интернете показывают только положительную сторону медали. А за этим всем стоит труд и умение принимать решения и преодолевать, конечно, трудности. И вот если у тебя нет этого зачем, то тебе будет тяжело преодолевать эти трудности. Я, например, очень люблю путешествовать и прям очень люблю признание на сцене. Это мои основные виды мотивации. И я понимаю, что если я не буду идти к своим мечтам, которые меня зажигают, моя жизнь пройдет бесцельно и бесследно для меня же самой. А ты найди свою искреннюю истинную мотивацию. Вот представь, что твоя жизнь – это интересная игра. Играя каждый день в саморазвитие, в достижение результатов, идя к своим заветным целям, просто поставь одну глобальную мечту. А еще много маленьких, чтобы, когда ты до каждой мечты доходишь, осуществляешь, ты получала удовольствие. А дальше было уже к чему идти. Третье. Перестань продавать, а начни что делать? Помогать. Я об этом говорю постоянно. Очень странно, да, звучит? Как это перестать продавать? Вот как только ты начнешь отдавать и быть полезным, и транслировать это, то увидишь, как увеличится твой рост. И я не шучу. У тебя ровно столько денег, насколько ты полезен своим клиентам, подписчикам, людям. Ведь деньги – это обмен энергией, услуги, товара на бумажку. То есть, если боль у клиента, а ты смог ее решить, то ты получил конфетку, да? Люди, особенно в современном мире энергии, очень сильно чувствуют. Они чувствуют, если ты хочешь срубить бабла с них, да? А также они чувствуют, если ты искренне хочешь помочь. Прошло-то время дефицита товаров, и люди не приходят к тебе купить товар. Они приходят получить помощь, помощь, совет. И уже потом, когда почувствуют от тебя искреннее желание помочь, то вот на этом доверии они покупают. Есть еще одна важная вещь. Изучи, пожалуйста, компанию, в которой ты собираешься выстраивать бизнес. От и до, от создателей, до маркетинга, бонусных программ. Должна откликаться миссия компании. Нужно, чтобы тебе понравился продукт. То есть, если ты просто пришел зарубить бабла, а продукт тебе вообще пофиг, тебе пофиг, какой человек стоит у руля, какая вообще у компании миссия, ты быстро сломаешься. И такой бизнес не может превратиться в империю. Скорее всего, все обречено на провал. Душа и благость в современном мире лежат у истоков успеха. Согласен? Я согласен. Четвертое. Развивайся. Сетевой невозможен без личностного роста. И в определенный период ты упрешься куда? В потолок. А чтобы его пробить, нужно поменять свое мышление, немного его развернуть. Раньше я как размышляла? Больше делай, больше будет. И никогда не понимала, что значит, если хочешь расти, нужно менять мышление и развиваться. И у меня был такой потолок. И прошла я его только, когда начала вкладывать свои мозги в саморазвитие. Это все завязано, опять же, на чем? На энергии. Ты меняешься, прокачивая себя. Меняется твоя энергетика. В бизнесе, в жизни, везде происходит взаимообмен и замена. Люди такой же энергетики начинают притягиваться и к тебе. Я это, кстати, заметила еще давно, что в начале своего бизнеса ко мне приходили партнеры с одним мышлением. По истечению какого-то времени и когда я прокачивала себя, качество мышления партнеров тоже менялось. Тут не про хороших, плохих. Тут про видение мира, про позитив, про сознание. Это не просто так. Это я поменялась. И на мою энергетику сейчас идут партнеры такой же энергетики. Понимаешь, о чем я говорю? И ты, человек с определенной энергетикой, сейчас почему-то смотришь именно мое видео. Как думаешь, почему? Да, это все сакрально, это необычно. Можно сказать, что это какая-то магия. Как хочешь, в общем, называй, но это факт. И вот здесь еще важно твое отношение к твоей команде. Весь сетевой выстроен на личных отношениях. Я глубоко убеждена и даже точно проверила это на себе. Ты сможешь сделать большой результат, если будешь заинтересован в росте твоих лидеров. В сетевом бизнесе твой успех зависит от кого? От команды, которую ты создаешь. Если команда идет с тобой в одном направлении, они чувствуют твою поддержку, заботу, ты показываешь им пример, как надо, им откликаются твои принципы, то будь уверен, ты сделаешь большой результат. Если ты к своим людям относишься свысока, что если они должны заслужить твое внимание или твою поддержку, то, ты знаешь, я видела, как падали большие структуры и большие лидеры, когда их партнеры были как инструмент для заработка и не более. Партнерство вообще это два равных взрослых человека. Здесь нет ролей мама и ребенок, хозяин и слуга. Только на равном партнерстве и на позиции двух взрослых личностей можно выстроить крепкую команду. Пятое. Система. Часто ко мне приходят люди из других компаний и говорят о том, что их берут в команду, но не дают четкой пошаговой системы. У нас было так же, когда мы пришли в бизнес 9 лет назад, мы зашли в совсем молодую компанию, наставники строили свой бизнес на продажах продукта по телефону. Не было онлайн тогда, никакой не было вообще школы. Тогда мы с мужем приняли решение, что создадим свою школу, который человек будет взять за ручку и он дойдет до результата без покупок на стороне дорогих курсов и без заморочек создания технически сложных процессов. Пришел, получил все это в готовом виде, сделал результат. И благо мы тогда были вдвоем, и сейчас мы вдвоем. И мой муж стал осваивать все технические моменты сам. Сколько мы курсов за эти годы купили, сколько мы школ создали, это очень большие временные денежные вложения. Но зато именно благодаря системе мы добились того, ради чего весь этот банкет, как говорится. И у тебя должна быть система. И состоять она может из единой платформы, на которой размещена одна большая автоворонка продаж, созданная из игровых ботов, нейросетей и соцсетей менеджеров. Должна быть также система марафонов и игр, систем быстрого роста. Как думаешь, есть время у мамочки в декрете или у наемного сотрудника приходить в бизнес и бессистемно лазить, собирать все по крупицам на стороне? Сомнительно, но окей. Есть ли у этих людей деньги на покупку курсов, на создание из них своих школ? Нет. Да, один процент из ста будет это делать. Я просто по опыту это знаю. Поэтому только тебе, как лидеру, стоит создать свою систему, чтобы именно к тебе шли люди, а не к тому, кто все-таки взял на себя ответственность и сделал это. А если нет на это сил, времени и денег, значит сразу прими решение искать проект с готовой системой. Не трать свое время, надеясь на чудо. Это тебе мой искренний совет. Жизнь, она одна, и можно сидеть и ждать, что, сколько угодно. О, все понял, понял. Приглашаю тебя получить самую трендовую систему игрового рекрутинга для сетевика. Внедрив ее, ты будешь получать от 3 до 7 входящих заявок в твой бизнес ежедневно, без спама, звонков, досок объявлений и постинга продукта в соцсетях. Поэтому играй прямо сейчас, внедряй готовую систему в свой бизнес, нажав одну кнопку «Копировать». Для старта жми по ссылочке в описании этого видео. Все находится в одном месте. Тебе не надо теперь ходить и искать, а где еще узнать, а где еще научиться. Хочешь заявки? Нажимай, смотри и внедряй. На этих 5 простых правилах и строится успех в сетевом бизнесе. Да, и не только в сетевом, кстати. Напиши, как эти правила можно применить в реальной жизни. Как только ты ответишь себе на этот вопрос, ты готов стать успешным лидером. А мои видео тебя поддержат в этом. Подпишись на мой канал, так как очень скоро я буду выкладывать для тебя видео обучения, которые помогут создать свою систему роста. Если видео было полезным, то не поленись поставить, как там делают, вот так, лайк. Спасибо. Спасибо. Спасибо.